Продолжение следует... 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 Вы новый директор? Я Мисс Лин, ваш ассистент. Не стесняйтесь обращаться за помощью, если столкнетесь с трудностями. У меня тоже может быть не так много опыта, но я постараюсь изо всех сил. Ну, в общем, сейчас мы все вместе немножечко постараемся. Нам предложат пройти обучение, но я думаю, что нам оно не потребуется. Цель образования школы заключается в принятии большего числа студентов и помощи им в достижении их цели. Чем выше уровень звезд цели, тем больше вознаграждений. Похоже, у вас уже есть много опыта, давайте начнем. Давайте действительно начнем, нам предстоит немножечко осмотреться, потому что сейчас, на данный момент, в этой школе царит просто хаос. Пока что игра на паузе. Выглядит помещение в данный момент вот так. Не очень хорошо, здесь явно требуется ремонтик. Мы сейчас этим с вами займемся. Если вы хотите создать первоклассную школу, можно потрудиться во многих разных направлениях. Давайте усердно работать на будущее. Полностью согласен. Нам говорят, что можно выбрать цель основную. Да, здесь есть некоторые проблемы с переводом, но на самом деле это не так существенно. Нам на это пофигу. Мы можем что угодно нажать. Вот я хочу, например, привлечь учащихся со всего мира. Эту цель можно будет поменять и посмотреть что-то по другим целям. Хороший выбор. Давайте посвятим себя этой нашей цели. Замечательно. Значит, сейчас мы будем здесь все в порядок приводить. Предлагаю немножечко пробежаться по интерфейсу. Графика вот такая вот интересная. Немножечко пиксельная. Немножечко японская. Немножечко китайская. Я, если честно, так и не понял. Да, потому что есть вроде какие-то сакуры. Я вообще плохо в этом разбираюсь. Но в таком неком стиле аниме в каком-то смысле. Вот. Это все, конечно, на любителя. Но в целом картинка меня устраивает. Значит, слева вверху мы видим время. Время будет идти. У нас есть расписание на день. То есть, есть предурок. Есть встреча с учениками учителя. Есть первый, второй, третий и четвертый урок соответственно. Тут слева мы сможем с вами что-то строить. Здесь мы сможем настроить расписание. Далее это управление самой школой. Об этом поговорим чуть позже. Снизу видно настроение в целом школы. Видно количество студентов, количество преподавателей и количество персонала. Потому что здесь есть персонал не только обучающий, но и обслуживающий. Ну а начнем мы с того, что будем наводить порядки. Потому что действительно все в хаосе. Пока что мы на паузе. Время не идет. Можем себе позволить немножечко поразвлекаться. Я планирую убрать вот этот лишний мусор. Тем более он нам дает немножечко денег. У нас есть 80 тысяч. Немножко прибавить. Никогда не будет лишним. Давайте уберем вот этот весь хлам. Потому что он совершенно нам не нужен. И да, кстати, здесь можно переходить по этажам. То есть, например, я могу подняться вот так вот наверх. Вот на втором этаже есть кабинет директора. Да, где сижу, собственно, я. Но здесь тоже дырка в стене. Давайте это дело подремонтируем. Например, вот эту стену. Например, стену вот эту. Ну просто, чтобы было по красоте. Мусор можно вот этот весь удалять к чертовой матери. Кстати, вот это тоже можно подремонтировать. Эту комнатку под что-нибудь использовать. Все лишние объекты убираем. Объекты типа всяких шкафов и тому подобного мы, конечно же, оставим. Вот это можно пособирать. Можно не собирать. Но просто денежка нам немножечко упадет в карман. Вот видите, я убрал всякий мусор и мы получили с вами уже каких-то полторы тысячи. Вроде мелочь, но приятно. Таким образом, я сейчас планирую поступить со всей школы. Я поправлю стены. Уберу вот этот вот хлам. Например, здесь. Здесь обязательно тоже. Здесь в целом можно кликнуть вот так вот на комнату. Она просто исчезнет. Мы потом нарисуем такую комнату, которую нам надо. Заделаем все дырки. Ну и сможем уже приступать к какому-то этапу строительства. Потому что нам это по-любому надо. Давайте еще вот здесь немножко уберем. Вот эту стену поправим. Да, мы сможем достраивать дополнительные секции здания. Но об этом чуть позже. Эту комнату тоже мы поправляем. Денежку нам возвращают. Все, вроде мусора я больше какого-то особо не вижу. Вижу пару дырок в стене. И их тоже нужно заделывать. Замечательно. Предлагаю приступить. Значит, начнем мы с того, что сейчас организуем первый класс в нашей школе. Пока что у нас он будет только один. Так как наша школа только начала свое существование. Я бы хотел бы, наверное, класс построить вот здесь. Он будет вот такого вот размера, да, скорее всего. Или он будет чуть меньше. Дайте я подумаю. Давайте смотрите, как поступим. Мы сейчас сделаем его вот, да, вот такого размера. Можно, пожалуйста, мне класс? Я что-то не то выбрал. Да, я не то выбрал. Я выбрал постройку здания. А нам не это надо. Нам нужно оборудование. И нам нужно класс. Все верно. Это я просто затупил. Делаем его вот такого, например, размера. И нам предлагают теперь сюда установить обязательные здания. Ну, не здания. Обязательные предметы. Ну, такие как дверь, например. Да, вот сюда мы можем ее воткнуть. Ну, и такие как обшарпанная трибуна. Трибуну мы поставим с вами вот с этой стороны. Видите, здесь я немножечко по размеру все-таки промазал. Наверное, мы должны с вами увеличить размер. Можно нам добавить. Сейчас я все время забываю, как это делается. Это делается нажатием правой кнопки, да. И потом я добавляю еще чуть-чуть. Потому что обшарпанная трибуна это место, откуда будет вещать учитель. И, соответственно, будет доставать до определенных парт. То есть, вот всю эту территорию мы можем застроить с вами партами. Давайте одну такую штучку построим. Захудалая доска это тоже обязательное условие. Пускай она будет сзади. Ну, и, само собой, парты нам пригодятся. Можем пока что не борщить. Поставить, например, ну, вот столько парт пускай будет. И обязательно, очень важная фиговина, это освещение. На данный момент в классе полная темнота. И все студенты, которые будут заходить, они будут ходить на ощупь очень медленно. Это, конечно же, неправильно. У нас есть два варианта, как мы можем сделать так, чтобы здесь появилось освещение. Во-первых, это дневное освещение с помощью окон. Да, например, вот смотрите, я ставлю окно, и видите, свет начинает появляться. Прикольная механика. Давайте еще одну сделаем окошечко вот здесь. Ну, и одно еще вот здесь окошечко. Но мы видим, где-то это можно посмотреть. Я, если честно, не помню где. Меню пока что я не полностью освоил. Я обязательно его победю, но только чуть позже. Мы сейчас бахнем с вами еще вот такую вот лампочку, и она наполнит светом это помещение. Ну, вроде пока что все. Можно соглашаться на то, что комнатка готова. И вот теперь нам сюда нужно назначить классного руководителя. У нас есть наша помощница. Видите, она не занята. У нее есть определенные навыки. Можно увидеть их вот здесь. Да, вот сейчас у нее навык учителя, так скажем, 12. И этого будет не хватать. В дальнейшем обязательно этот навык нужно будет повысить, и мы этим займемся. Потому что, если мы не повысим навык, то наши студенты не смогут нормально обучиться, и не смогут дать финальные экзамены для того, чтобы перейти на следующий год обучения. Тогда им придется остаться на второй год, что нас, конечно же, не интересует. Я выбираю ее. Она становится классным руководителем. Здесь можно также добавить, само собой, студентов. Мы сейчас попозже это сделаем. Ну и можно посмотреть. Блин, где-то это смотрится. Я, если честно, не помню где. Ну, в общем, по комнате можно оценить ситуацию. Во, вот так вот можно нажать на комнате и увидеть, что подходящее освещение можно сделать лучше. Подходит размер. Плохое по украшениям помещения. Но мы можем это исправить. Например, повесить держатель для ланчбокса. Давайте повесим сюда один. Вот сюда один. И вот сюда еще один. Видите, стало среднее. И оценка объекта сейчас у нас все равно единичка. Но хотя бы в этой части мы, так сказать, немножко выросли. Соглашаемся на это дело. В целом, дальше нам нужно двигаться и нанять учеников. Пока что мы все еще на паузе. Торопиться смысла нет. Мы переходим в город. Давайте вот это мы все закроем. Лишнее нам сейчас не нужно. Мы заходим вот в этот вот город в драконьих, че? Драконьих врат. И говорим, что, ребятки, мы открываем тут офис приемной комиссии. Хотим видеть от вас каких-то учеников. Приблизительно 12 заявлений в неделю. Плюс, как я понял, я пока что еще не въехал. Мы сможем поднимать отношения с конкретно этим городом, и от них будет идти больше учеников. Давайте подтвердим, открываем прием. И нам рассказывают, что вот какие-то ученики сейчас пойдут. В данном случае ученики хотят только литературу и науку, так скажем, да, изучать. Видите, зеленая и синяя. Вот здесь вы тоже обратили внимание, что есть всякие разные штуки. Пока что будем в этом направлении только двигаться, то есть они будут нам прибавлять баллы науки, либо баллы гуманитарных наук, да, это получается, как называется, естественные науки, это гуманитарные. Ну вот, так будет правильнее. Мы подтверждаем и смотрим, что вот такое вот количество заявок, 5 человек хотят у нас учиться. У них есть всякие разные, вот, память минус 40 и так далее и тому подобное. Я пока что без разбора просто допускаю всех и после чего я иду в класс и говорю, что я хочу тебе назначить учеников. Мы берем и говорим, знаете, как, наверное, даже удобнее будет сделать? Будет удобнее. Блин, как-то я это делал, я, если честно, немножечко запутался, наверное, все-таки здесь мы должны с вами это сделать, выбрать всех. И все у нас идут учиться вот к этой вот барышне. Пока что мы не все парты заняли, но раз в день, до экзаменов, по-моему, за 2 дня перестаем набирать. Раз в день мы сможем с вами брать все новых и новых и, соответственно, к концу учебного года получить определенное количество, которое уже мы сможем допустить или не допустить к финальным экзаменам. Теперь очень важный момент. Нам нужно настроить расписание. В целом у нас только 2 учителя и мы помним, что гуманитарные науки нас интересуют и естественные науки пока что из этого города. Больше нам ничего не надо. У нас есть 4 недели, да, правильно, 4 дня, 1 неделя, 4 дня, на которую мы должны раскидать расписание. Я предлагаю сделать следующее. Раскидать 2 вот таких и 2 вот таких на каждый день. Единственное, что я не понял, каким образом я могу копировать расписание, чтобы постоянно не заниматься вот такой фигней. Но, судя по всему, никаким образом я это не сделаю. Поэтому мы с вами сейчас будем это делать вручную. У нас есть Мисс Лин, которая занимается обучением, как это еще раз называется, гуманитарных наук. И у нас есть я, то есть директор, который занимается обучением естественных наук пока что. В дальнейшем мы сможем освободить себя от этого занятия, нанять более квалифицированного учителя, который будет наших ребят обучать тоже наукам. Вот видите, здесь уже мы не можем их обучать. Для этого нужно открыть определенные технологии. Потому что, ну так скажем, уже будет перебор по этой науке и нужно будет двигаться дальше. Здесь можно будет увидеть, насколько мы много учеников, так скажем, подготовим к финальным экзаменам. То есть ожидание выполнения 2. У нас сейчас 5, то есть половина, даже больше половины не сдадут на данный момент экзамены. Но это можно будет пофиксить за счет того, что мы обучим учителя. Я предлагаю этим сразу заняться. Мы пойдем вот сюда к персоналу, скажем вот этой барышне, что ты будешь у нас обучаться преподавательской компетенции. Поднимем уровень до 17, стоит это 500, время 0,2 дня. То есть вот как-то так здесь это пишется, не в часах. Мы соглашаемся и она будет параллельно обучая наших детей обучаться и сама. Просто это будет занимать время. Пока что я могу только одного учителя единовременно отправлять на обучение. В дальнейшем появятся специальные комнаты, которые нам позволят обучать больше количества учителей или каких-то работников одновременно. Видите, мы потратили сейчас вот эти вот очки на то, что мы поставили в расписание. Насколько я понимаю, именно это влияет. Да, ну вот давайте протестируем. Если мы ставим вот так, нет, наверное, не это влияет. Я, если честно, не помню, что влияет. Ну, короче, суть такова, что я оставляю все равно. Вот видите, литературу можно добавить и тогда вот здесь становится нормально. Потому что мы одну науку убираем. Но в этом нет, наверное, смысла. Я оставлю пока что вот так. Мы обязательно подтянем вопрос по поводу естественных наук, но только чуть позже. Еще немножко мусора поубираем. Вот это все нам точно не надо. Вот эту штучку мы оставим. Это называется кафедра для лекции. Здесь мы будем проводить собрание учеников и рассказывать им всякие разные речи. Ну вот коробочки явно можно убрать. Просто залутать какую-то денежку, мелочи приятны. В дальнейшем, кстати, можно будет покупать еще территории. Но до этого надо дорасти просто. Потому что надо сначала с этой территории разобраться, да, а потом уже лезть и на другую. Что еще мы можем сделать на данном этапе? В целом мы могли бы уже начать обучение и продолжать что-то строить. Потому что мы можем себе это позволить. Я предлагаю снять паузы и допустить первых учеников до занятия. У нас пошел предурок. Да, потом у нас будет встреча с классным руководителем. Вот видите, они заходят и платят нам денежки. Что, несомненно, здорово. Денежки нам обязательно понадобятся. Ну а мы сейчас будем давать им всевозможные услуги. Очень важно, ну насколько мне кажется важным, сразу же перейти в некие технологии. Для того, чтобы побольше всего открыть и побольше всего дать и студентам, и учителям. Наши родители говорили, что мы не способны учиться. Но мы никогда не верили им. Я надеюсь, Best School сможет помочь нам из города Драконьих Врат воплотить наши мечты в жизнь. И я в этом нисколечки не сомневаюсь. У нас вот начинаются сейчас занятия. Видите, предурок идет. Мы можем в целом даже время покрутить. Просто посмотреть, как это все работает. Пока что дети носятся туда-сюда. Ничего не делают. Сидят на скамейке. Но как только начнется встреча, они, соответственно, забегут в класс. И будут там сидеть и слушать учителя. Вот уже, в принципе, они начинают собираться. Пока что учеников маловато. Но все-таки это хоть какое-то начало. Чего ты бегаешь? Иди сядь за парту. Потому что у нас начинается первый урок. Если мы сейчас обратим внимание вот сюда, то увидим, что как будто проблема с расписанием. Но на самом деле нет. Предполагаемые неудачи на экзамене. Достаточный уровень компетенции. Закрытый курс. Что такое закрытый курс? Ну, это, наверное, имеется в виду, что в расписании вот здесь вот курсы закрыты. По компетенции мы разбираемся в данный момент, потому что обучаем учителя. И, соответственно, тем самым мы неудачи на экзамене нивелируем. И все у нас будет хорошо. Замечательно. Предлагаю немножко подумать о всяких разных услугах. На данный момент у нас есть туалет женский, туалет мужской. Кабинет директора уже построен. Чайная комната. У нас есть административный офис. Об этом чуть попозже. Нас интересует исследовательская комната. Ну и туалеты, соответственно. Давайте, наверное, с них начнем. Я хочу сейчас посмотреть, сколько у меня вот здесь клеточек получается. Ровно 10. Идеально. Просто идеально. Сделаем ли мы вот такой вот туалет на всякий случай? Ну вот, смотрите. Вот так он будет выглядеть. Здесь есть какой-то коридор. Давайте поставим сюда дверь. Данный туалет у нас женский, если я все правильно понимаю. Давайте сделаем какое-то количество кабинок впрок. Да, может быть, это слишком много. Но, тем не менее, это точно нужно. Ну и, само собой, лампочку сюда повесим. Потому что освещение – это очень важный аспект. Учебное задание для Мисс Лин выполнено. Можем продолжить обучение. Я предлагаю это сделать, потому что, ну, пускай она будет более квалифицированной, и тогда мы сможем лучше подготовиться. Значит, здесь все готово. Давайте мы теперь нажмем на мужской туалет и сделаем, собственно, то же самое. Да, вот досюда мы проведем. Потом поставим вот здесь вот с краешку дверь. Сделаем какое-то количество кабинок. И поставим сюда, само собой, освещение. Ну, наверное, не буду я делать окна, да, в туалете. Это какое-то бессмысленное занятие. Освещение имеется. Можно также еще добавлять швабры, чтобы они мыли полы. Я не очень понял, от чего это зависит. Но, короче, эта швабра работает на определенную зону, и ученики периодически занимаются тем, что наводят порядок. Вот, кстати, обратили внимание, над ними книжечки выскакивают. Это добавляет нам в копилку вот сюда книжечки. И, соответственно, когда будет урок науки, который я буду проводить, сюда будет добавлять нам колбочки. Вот, поэтому темка такая. Чего ругаешься? Давай посмотрим, что здесь напишут. Неудачи на экзамене, уровень компетенции, закрытый курс. Ну, пока что все в процессе. Видите, здесь видно наполняемость. То есть, можно посмотреть, какой прогноз, так сказать, знаний у учеников. И если он дальше, чем вот эта красная полосочка небольшая, то значит, скорее всего, они экзамены сдадут. Здравствуйте, директор. Я мисс Суиц, консультант по жизни в школе. Ученики просят чайную комнату, чтобы иметь возможность пить воду. Вам следует сделать все возможное, чтобы удовлетворить все запросы, чтобы обеспечить хорошее качество жизни здесь. Полностью согласен, но у меня немножечко сейчас другие планы. Вообще, я хотел бы, наверное, заняться в первую очередь чем? В первую очередь, я хотел бы заняться технологиями. Но давайте, ладно, сделаем чайную комнату. Я пока не очень понимаю, куда бы я ее поставил. Но есть ощущение, что, наверное, где-то здесь ширину туалета или меньше, или больше, наоборот. Ну, слушайте, выглядит так, как будто вот такой чайной комнаты нам бы хватило с лихвой, да, наверное, все-таки. Давайте так и поступим. У нас будет вот здесь в нее вход, и мы расставляем оборудование. Это, само собой, чайник. Это у нас точка горячей воды. Мы можем прижать ее вот к этой стене, например. И плюс подставка для чашек. Но это больше декор, потому что можно, опять же, оценку объекта увеличить. Я так понимаю, что это влияет на счастье учеников в целом. Но все основные предметы установлены. Единственное, что все-таки освещение, ребятки, я вам дам, чтобы вы здесь не ходили в потемках и могли спокойно попить чаю. Кстати, вот здесь можно будет еще получать всякие бонусы. Вот смотрите, новый объект мы сделали. Получили 20 кубков, назовем их так, да, и повышаем этими кубками уровень нашей школы. Когда мы повысим уровень, мы разблокируем новые возможности. Например, мы отремонтируем там какой-то въезд или это была станция, и к нам будут приезжать новые ученики, да. То есть у нас будет возможность улучшать нашу школу. Есть вот награда за повышение, да, нам дают какие-то статуэтки. Это все замечательно. Но пока что 600 баксов и 20 кубков лишними не будут. Мы, конечно же, собираем. Дальше мы должны там исследование какое-то сделать, число студентов увеличить, заработать баллы вклада. Все это, несомненно, нам нужно. И вот как раз сейчас я бы хотел бы заняться технологиями. Давайте это сделаем. Я хочу построить, наверное, даже два вот таких вот исследовательских кабинета, которые будут здесь заниматься, не поверите, исследованием. Вот что нам говорят? Что 18, ну типа, мало, да, квадратиков. А если вот так вот, квадратиков все равно мало. То есть вы хотите сказать, что я должен делать вот такую вот комнатку. Да, видите, игра говорит, что вот теперь самое то. Можно сделать дверь, например, вот здесь. И обязательные предметы, такие как вот этот вот стол. У нас там, кстати, уже очередной урок начинается. Давайте стол мы сделаем вот здесь. Такую вот штучку мы поставим раз. И вот эту вот штучку мы поставим, например... Ну пускай будет вот здесь. Есть всякие разные украшения. Да, само собой, можно это поукрашать. Также повысить оценку объекта. Это не принципиально, я так понимаю. Но вот все-таки, все-таки, наверное, это на что-то влияет. Честно, не разобрался до конца на что. Но я буду ставить то, что могу. С деньгами вроде пока проблем не наблюдается. Поэтому можем себе позволить. Само собой, освещение это тоже важная история здесь. Поэтому мы ставим что-то типа того. И давайте мы какое-нибудь окошко вот здесь поставим. Типа сидишь такой за столом и смотришь в окно. Вроде по освещению все хорошо. И, кстати, я бы мог на самом деле добавить сюда еще вот такую вот штучку. Для чего? Я сейчас могу сюда назначить главного по исследованиям и помощника. То есть у нас есть два места, да, понимаете, о чем я. Но обязательно должен быть главный. И у этого главного обязательно должен быть помощник. Давайте согласимся. У нас на самом деле здесь очень много сейчас дел. То есть смотрите, во-первых, мы продолжим обучение. Пускай она учится. 0,4 дня. И зайдем вот сюда, да? Нет, не сюда. Вот сюда зайдем. Да, нам теперь говорят, что мы можем исследовать. Давайте палатку с едой начнем изучать. Потому что это очень важная история. Студентам нужно будет что-то кушать. Иначе они начнут ругаться. Как дела у нас в городе? Вот, природа зовет. Студентам нужны туалеты. Пожалуйста, поспешите. Ну, ребятки, вы что-то тормозите. Потому что туалеты уже на месте. И вроде проблем я никаких не вижу. Что у нас с городом-то? Через час мы сможем нанять с вами еще студентов. Я предлагаю им оттануть, потом зайти вот сюда, допустить их всех. И после чего, соответственно, зайти вот сюда и распределить студентиков. Так, как я там это мог сделать-то? Я, если честно, периодически туплю в этом плане. Но я обязательно одуплюсь. То есть мы вообще можем зайти вот здесь студентов. И нажать, что вот эти вот не распределены. Мы их распределяем вот в этот вот класс всех. И они сейчас приходят сразу же на занятия. Если я все правильно помню, да? Да, они уже должны пойти. Вот какой-то первый пошел. Вот эти тоже пришли. И видите, у нас класс потихонечку наполняется. Я предлагаю персоналам заняться, потому что это сейчас актуально. Набор учителей. Значит, нам нужен учитель наук. И не один. Давайте возьмем... Блин, здесь 9, здесь 10. Ну вот берем 10. Джоин Янг. И берем Оливера Кюри. Берем этих двух господинов. Заходим вот сюда. И говорим, что главный исследователь это у нас будешь ты. Потому что у тебя больше все-таки, да? По исследованию очков это 11. И помощничка тебе даем вот этого господина. Таким образом, первое исследование уже пошло. А что ты ругаешься? Что не так? А, видите, освещения недостаточно. Вот такая вот фигня. То есть сюда, наверное, придется построить еще одну лампочку. Потому что иначе... Видите, что они делают? Смотрите, они ходят типа в потемках. Но они как бы доходят до пункта назначения. Но с переменным успехом, так сказать. Поэтому я предлагаю просто им бахнуть еще одну лампочку. Чтобы они голову-то мне не делали. Почему я говорил про то, что лучше построить две исследовательских комнаты? Объясню, потому что так будет намного быстрее все изучаться. Тут еще стоит понимать, что есть такой параметр, как управление. И когда-то директор будет не справляться с тем количеством комнат, которые у нас есть. Нужно будет построить дополнительный персонал, который будет заниматься администрированием. И передвинуть эти комнаты туда, чтобы директора как бы немножечко, ну как сказать, разгрузить. В данном случае и все остальное работало эффективно. Если опять же я все правильно понял. Потому что местами с переводом здесь есть проблемки. Но мы вроде как бы с этим справляемся. Пока что все идет хорошо. Давайте посмотрим, как у нас дела вот здесь. Наверное, нам нужно даже нажать вот сюда лучше. И посмотреть, что сейчас все студенты имеют шансы сдать экзамены. Потому что зеленое, темно-зеленое это сколько? Наполненность знаниями. Красная линия это как нужно наполнить зданиями. А светло-зеленое это сколько они получат зданий за все вот эти учебные дни. Я думаю, что примерно я понятно объяснил. Да короче, на самом деле здесь все просто. Вот видим, что ожидаемо выполнено 9. Всего у нас 9 учеников. То есть сейчас все идут, так сказать, к успеху. И все у них должно получиться. Пока что после школы. Сейчас у них будет первый день закончиться. И нам бы еще взять людей, да. Через сколько они будут? 4 часа. Ну через 4 часа мы обязательно их возьмем. Нужно ли мне все-таки сейчас еще одного исследователя? Или не торопиться? Ну вообще звучит так, как будто я хотел бы изучать побыстрее эту историю. Я позволю себе построить исследовательскую комнату. Она будет точно такая же. Вот здесь просто-напросто мы добавляем все то же самое. Там уже, кстати, одно окошко есть, что несомненно здорово. Дверь накручиваем сюда. Ставим, несомненно, вот этот вот компьютерный стол. Давай его поставим просто в другой плоскости. Не знаю, пускай будет какое-то разнообразие. Рядом поставим книжный шкаф. Здесь, что тебе надо? Отправляются домой. Первый день школы подходят к концу. Вы уже привыкли к школе. Давайте усердно работать. Давайте. Ты мне как раз мешаешь сейчас этим заниматься. Повесим какой-нибудь плакатик вот сюда. Что нам еще-то нужно сделать обязательно? Обязательно вот эту штучку надо для помощника. Чтобы исследования шли, так сказать, прям хорошо. Ну и не забудем про освещение. Давайте здесь попробуем одной лампой обойтись. Я просто думаю, может быть, бахнуть окно вот такое в пол. И мне кажется, что с освещением все должно быть хорошо. Плановую доску не повесил почему-то. Почему я так сделал? Давайте мы это исправим. Пускай доска будет где-то здесь. Все, комнатка готова. Нам сейчас понадобится еще персонал. Будем ли мы еще дальше качать нашу барышню? Видите, время побежало, потому что сейчас у нас переход на следующий день. Но давайте пока что не будем. Я не вижу смысла так торопиться. Иначе она обучится прям в хлам. Да, и нам подсказывают, что действительно не хватает персонала. Ребята, я в процессе. Я иду вот сюда, преподавателей. И смотрю, какие варианты у нас есть. Но пока что есть только один учитель наук. И то у него всего лишь семь. Но я буду брать, потому что мне такое нужно. Дети снова добрались до школы. Вроде пока что наши дела идут хорошо. Надо будет подумать, где второй класс организовывать в дальнейшем. Но это обязательно понадобится. И скорее всего организовывать я буду его рядом. Не вижу смысла это все раскидывать. Туалет у нас достаточно обширный. Думаю, что всем хватит. Здесь пока что всего хватает. Но там нужно будет еще некоторые условия выполнить, для того, чтобы дети не ругались. Слушайте, может быть, вам по приколу здесь тоже такое окно сделать? Как его продать-то? Давай мы его уберем. Да, я же могу его удалить. Подтвердить. И мы тебе сюда. Вы там не в потемках. Не, у вас все нормально. Мы вот сюда зайдем. Зайдем в двери окна. И поставим тебе тоже вот такое вот прям в пол. Чтобы было более-менее симметрично. Периодически надо будет чекать, конечно, вот здесь эту историю. Но так как я нанял уже одного. В целом у меня есть возможность накинуть его вот сюда. И надо будет обязательно найти ему какого-нибудь помощника, чтобы наши замечательные технологии залетали одна за другой. Пока что все идет неплохо. Мы получили с вами какой-то приз за новый объект. Забираем, конечно же. Качаем уровень школы. Да, вот еще учеников бы взять. И было бы вообще замечательно. Через сколько вы нам их дадите? Ну, уже вот-вот. Через два часа мы получим еще партию. Скорее всего, эта партия будет последняя, если я правильно помню. Да, или предпоследняя. По-моему, последние два дня нам не дают учеников. А вот первые три нам как раз учеников дают. Так, давайте смотреть. Ваш рейтинг вырос на 2. В настоящее время вы находитесь на 7 месте. Давайте глянем. Да, вот наша лучшая школа находится на 7 месте. Тут есть какие-то чемпионы. Но мы обязательно их догоним. И это все еще не за горами. Что у тебя здесь происходит? Давайте посмотрим. Меня мучает голод, директор. Есть ли где-нибудь... Есть где-нибудь, где можно купить еду? Ну, можно будет. Да, кулинарная палатка. Ребятки, я в курсе. Я уже ее изучаю. 92 процента. Мне бы найти еще персонал нужный. И мы бы, наверное, побыстрее бы это изучили. Действительно, изучение это важная такая история. Поэтому надо будет на это смотреть. И вот она, палатка с едой. Здесь у нас палатка с едой. Здесь у нас обеденный стол для двоих. И здесь у нас куча материалов для палатки с едой. Вот такая вот фигня. Продолжаем исследование. Давайте мы следующее, что сделаем. Перейдем во вкладку образование. И вот изучим. Вот смотрите. Помните, мы говорили о том, что вот сейчас... Видите, по литературе перенасыщен, так сказать, курс. Им уже это не требуется. Так же, как и по алгебре. Вот тут как раз мы можем с вами в этих исследованиях, например, сделать курс гуманитарных наук для младших классов. Добавляет основы написания, основы чтения, основы литературы. Давайте вот эту штучку прожмем. 0,5 дней с нашим количеством персонала будет это исследоваться. И надо обязательно допустить всех. Обязательно допускаем всех. Обязательно их сюда добавляем. Так как я это делал, напомните, вот здесь. Вот здесь я это делал. В первый класс. И того у нас уже учеников, сколько я не вижу, 12 человек. Видите, здесь показан общий результат. То есть дней до следующего экзамена 3. Ожидаемое количество сдающих и всего учеников пока что 0. Потому что они еще не получили нужные знания. Блин, пока что надо еще ждать здесь, да, когда наберется персонал. Здесь кто у нас? Охранники, повара. Вот это, кстати, тоже нам сейчас понадобится. Я, может быть, повара даже сейчас бы забрал. Давайте его возьмем, пока видим. И поставим им палатку с едой. Ну, потому что это тоже важная такая история. Все-таки поесть они хотят. Вот этот заборчик нам здесь декоративный не требуется. А я построю лучше здесь палаточку. Палаточка строится обязательно у нас на улице. Да, вот строится она, например, вот таким вот образом. Да, мы поставим ее. Да, я не знаю, давайте вот такую сделаем. Сейчас мы ее как-нибудь повернем. Я даже не знаю, как лучше. Ну, например, вот так. Приделываем сюда какие-нибудь столики. Давайте в каком-нибудь хаотичном плюс-минус порядке, чтобы не было все это супер одинаково. Ну, либо не в хаотичном, либо в каком-то таком, например. Еще один столик можно вот здесь организовать. И обязательно история. Ну, точнее, нет. Вот это не обязательно. Это дополнительное для, так сказать, красоты этого места. Это разные материалы для палатки с едой. Короче, тут, наверное, соуса какие-то, попить воды и так далее. Ну, в общем, вот так это выглядит. Давай я его подвину, потому что что-то как-то неправильно. Ну, не подвину, а поверну. Вот как-то так это будет выглядеть. Соглашаемся на эту историю. Говорим, что здесь у нас будет комбо обед. Одно мясо, два овоща. Мне кажется, для детей звучит самое то, да. Соглашаемся на эту историю. Единственное, что требуется, это повар, которого мы уже наняли. Видите, здесь показано, что нужно 10 минимум. У нас есть господин, который уже имеет 11 очков. Ну, вот видите, у нас обеденный перерыв, а никто не идет есть. Ну, потому что они еще не одуплили, что у них есть такая замечательная палатка. Видите, дети типа дружат. Я вот как бы не следил за всякими такими параметрами. Мы можем нажать, вот удовлетворенность, здесь по знаниям посмотреть. Это что такое? Морская райская школа маркетинга. Цели. Ну, хорошо, ладно, пусть будет так. Сложность управления не очень пока понимаю. Короче, тут много всякого разного. Отношения даже есть, видите. Можно сюда что-то посмотреть, что бы это ни было. Ну, в общем, ладно, наверное, нам это надо будет когда-нибудь. Пока что вроде все идет по плану. Пока что мне все нравится. Я вижу, что мы можем получить бабла. Давайте получим этого бабла. Плюс 600. Вот здесь просто мы получаем вот эти вот кубки для того, чтобы улучшить уровень. Уровень улучшается и нам дают всякие бонусы. Да, я же могу где-то посмотреть. Рейтинг. Награды за повышение. Нам дадут, во-первых, 6000. Во-вторых, нам дадут статую гуманитарных наук. Нам дадут статуэтку наук. Ну, в принципе, мелочи приятны. Наш рейтинг вырос на 3. В настоящее время вы находитесь на четвертом месте. Так, подожди, где это посмотреть? Цель победы. Это ладно. Вот здесь, да, это глядеть можно. Да, смотрите, мы аж на четвертом месте. Мы даже не знаем, что это за школы. Но нам какая разница, черт возьми. Мы их просто всех уделываем. Ну, понятно, что это пока что. Мы пока только начали. И, конечно, в дальнейшем будут новые сложности, с которыми мы будем сталкиваться. Но, в целом, пока что наша школа замечательным образом функционирует. Очень хочется найти еще одного исследователя. Потому что, видите, как достаточно долго изучаются вот эти штучки. Мы можем прокачать исследователя так же, как и учителя. Насколько мне это сейчас надо, я не знаю. Вообще, нам по-хорошему нужно будет еще учителей набрать заранее. И, соответственно, их начать уже обучать. Чтобы они были готовы к тому, что у нас придет новый класс. Ибо просто иначе мы не вывезем. Один учитель не справится с такой нагрузкой. Хотя, кстати, я не знаю. Может быть, если правильно построить расписание, возможно, все-таки все получится. Ну-ка, вот, братишка, например, ты. Я хочу тебя обучить. Сколько это по времени? 7 дней занимает. Нет, это преподавательское. Нам не надо. Вот, например, вот это. 7 дней. 10 тысяч это стоит. Я не очень понимаю, почему так. Будет трата ресурсов. Компетенция учителя повышает обучение. Но нам-то надо вот это. Очень странно. 6,9 дней. Да, то есть, не знаю, почему так дорого. Наверное, я не хотел бы этим заниматься сейчас. Действительно странно. Может быть, просто для базовой этой барышни это стоит дешевле, чем для остальных. Может быть, я не знаю. Нет. Но я все жду, когда у меня здесь появится еще один господин с наукой, чтобы я его отправил изучать технологии. Поступила заявка. Это надо смотреть обязательно. Скажи мне, что да. Это учитель наук. Нанимаем тебя. Да, понятно, что на самом деле я туплю. И я мог бы на самом деле посмотреть на исследователя. Да. Я кого нанял? Учитель наук? Ну-ка, покажи-ка мне. Поступление студентов? Персонал. Наем персонала. Нет, покажи мне просто персонал. Я кого сейчас нанял последнего? 10. Да нормально, слушайте. Да нормально. Давайте сюда наймем помощника. Потому что можем себе позволить. 11 даже, да? Странно. Но вообще 10 написано. Но вроде как бы нормально. 11 получается в совокупности. Пускай идет, работает. Мы сейчас будем побыстрее изучать вот эту историю. 0,4 дня осталось. Нам это обязательно надо. Видите, появляется небольшая книжная полка гуманитарного класса. И если мы сейчас это изучим, то мы сможем вот сюда, видите, докинуть дополнительно. И скорее всего, следующим пунктом нам нужно то же самое изучить, но связанное уже с курсом естественных наук для младших классов. Такие как алгебра, геометрия, прикладная, математика. Кстати, вот уже первый мусор появляется. Давайте, наверное, попробуем с этим побороться напоследок. Потому что, думаю, что для первой серии уже предостаточно. Ну вот смотрите, простые средства гигиены. Видите, я ставлю вот такую штучку сюда, и она охватывает определенную область. Давайте вот сюда поставим. И кто-то из студентов, вот в данном случае вот эта барышня, я не очень понял, что она делает. Да, она все-таки взяла швабру и пошла прибраться. Мне кажется, это замечательно. У нас открылся курс, который нам нужен. Давайте продолжим исследование в направлении, которое мы уже обговорили. А вот сюда мы должны с вами залететь и поставить, как я понимаю, вот такую вот штучку. Хотя, в принципе, она дает только красоту. Но это тоже лишним не будет, красота не помешает. Давайте вот сюда ее приделаем, согласимся. И посмотрим на расписание теперь. Видите, здесь теперь добавилось, что мы можем проводить эти курсы, но поменялось. То есть вот если мы сюда наведем, что у нас здесь? Как это вообще понять? В области гуманитарных наук, курс гуманитарной науки, основы литературы. Здесь у нас литература 101. То есть вот так вот, науки 101. То есть, ну, в общем, вы поняли. Теперь сюда, я так понимаю, ну, наверное, добавляется все-таки то, что мы изучили. Надо то же самое провернуть с вот этими науками для младших классов. Также добавится тот последний урок, который будет перед экзаменом. Ну, и потом мы уже будем отправляться на сдачу экзаменов в надежде на то, что все у нас дадут с отличием, и наша школа получит определенные бонусы. Все, я думаю, что для первой серии достаточно. Мы много сегодня сделали. В дальнейшем нам предстоит эту школу развивать и сделать так, чтобы в ней училось огромное количество учеников. Но не просто училось, а еще и эффективно обучались и хорошо сдавали экзамены. Вам спасибо, что смотрели. Обязательно ставьте лайки под видео. Пишите, что думаете по этому поводу. До новых встреч и пока-пока.